Медицина, как известно, это не только лечение пациентов, но и важная составляющая безопасности любого государства, тем более наша. Без здоровой нации никакой экономики не будет. В любом государстве экономика является фундаментом. Без дисциплины, без готовности правильно реагировать на современные вызовы не будет и реального суверенитета, и независимости. Мы хорошую закалку с вами получили во время пандемии. На фоне других государств более чем достойно прошли это испытание. На практике подтвердили состоятельность нашей системы здравоохранения. В вашем лице хочу еще раз поблагодарить всех медиков за тот нелегкий труд. И еще раз вам напомню то, что я говорил тогда во время пандемии. Я вас благодарю не за то, что вы работали, вы за эту зарплату получаете большую, малую, но это ваш выбор. А за то, что вы быстро, в тяжелейшей ситуации, особенно психологического давления, нашли методы лечения этого вируса. Но надо до должной стороны государства, делается все возможное. Средства на медицину, ремонт, оборудование, зарплаты, лекарства выделяются колоссально. И, конечно, люди вправе видеть отдачу. Я не хочу сказать, что мы сделали все в здравоохранении с точки зрения государства. Но сравните нас, к примеру, с богатейшей Украиной до войны. Вы же в контакте были с нашими братьями в Украине. Вы видели, в какой ситуации находилась богатейшая Украина с точки зрения здравоохранения. Причина одна. Власть самоустранилась от решения проблем здравоохранения. Мы же, сжав зубы, терпели и врачи небольшую порой зарплату получали. И мы последнее отдавали на здравоохранение, на систематизацию, выработку системы функционирования этой важнейшей, наиважнейшей отрасли жизни любого общества. Дороже здоровья у человека ничего нет. Но в последнее время ко мне стало поступать много сигналов о снижении качества оказания медицинской помощи. Да и попросту об отсутствии надлежащего порядка в учреждениях здравоохранения. Я понимаю и свою ошибку. Это даже не ошибка, а недостаток наших встреч и совещаний. Где вы всегда мне в очередной раз говорили о младенческой смертности, о смертности материнской, какие вы трансплантологические операции делаете, ну и прочие подвиги. Сегодня речь, дорогие мои, не об этом, забудьте. Мы это все хорошо знаем. В любой стране есть чудовищно положительные факты работы той или иной сферы, в том числе и здравоохранения. Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу. Как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было. А если конкретно, как мы лечим там людей на селе, в малых городах, поселках, агрогородках, как мы к ним относимся, не в РНПЦ, это тоже важно. Они идут в авангарде, они должны показывать пример и учить, учить, учить тех, кто непосредственно на баррикадах. Поэтому меня интересует, как там мы работаем, как функционирует система здравоохранения и почему люди обижаются. Поэтому два слова, если кто-то думает хвастаться о материнской и детской смертности, о трансплантологии в РУМО и так далее. Все остальное от жизни. Эта главная задача была поставлена перед той группой специалистов, которые прошерстили всю Беларусь. Я думаю, вы поняли, о чем речь. Мне будет очень неудобно некоторых докторов наук и великих академиков сегодня прерывать и останавливать, если вы будете разговаривать не на ту тему. У нас для этого нет времени. Но если мы придем к выводу, что у нас не очень хорошо, то виноват не только Пеневич. Но спросим из Караника, который рекомендовал его и всю ту группу, которая сегодня в Министерстве здравоохранения работает, и который клялся мне. Я не забыл. Ты знаешь, что у меня память в этом отношении. Поэтому по моему поручению создана независимая рабочая группа, куда вошли не чиновники, а специалисты. Ваши коллеги, они, как я сказал, объехали всю Беларусь, и, к сожалению, многие факты, на которые указывали люди, подтвердились. Хотя мы вермотрели. Коллеги, спасибо! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorz bakla.